Всем привет! Сегодня история от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю. Можете дать свои комментарии, что-то посоветовать в видео. История очень длинная, поэтому могу сразу останавливаться, делать паузы, где-то на каких-то моментах задерживаться. Так что давайте приступим. Прежде чем я начну свой рассказ, прошу не бросаться в меня камнями, так как я прекрасно осознаю свою ситуацию. Для меня это тоже дикость. Спасибо. Познакомились мы с моим влюбленным на моей работе. Я являюсь преподавателем русского языка как иностранного и работаю с арабами уже 4 года. Была корона, занятия начались дистанционно по скайпу. Лица его я тогда не видела, так как камеру он не включал. Я до сих пор помню свои эмоции, когда в первый раз дошла до конца списка и произнесла его имя, на что он ответил «Hear me». Меня словно обдало током. Его низкий голос просто все перевернул во мне. А еще мне очень понравилось его имя, и даже я подумала, ну вот могут же люди, если хотят имена хорошие выбирать, а то всякие Ахмеды, да, Мухаммеды. Но в тот день я сказала себе, что у него просто очень красивый и необычный голос, поэтому вызвало у меня это эмоции. Но день за днем я готова была слушать только его ответ, и этот вопрос меня словно манил. Настал день, когда можно было приступать к учебе офлайн формате, то есть в университете. Увидев его, я поняла, что меня от него в дрожь не бросает, значит все хорошо. А он, напротив, влюбился в меня тоже, и в первый день, когда увидел вживую. Он очень щепетильно, в мелочах, которые, казалось бы, мало кого интересуют. Он помнит, в чем я была в первый учебный день в аудиторию. Да и в последний тоже. Если было что вспомнить об этом учебном дне, он мне все говорил, что на мне было надето, всякие детали и мелочи. Я здесь останавливаюсь, хочу отметить, что вам было приятно вот это внимание на самом деле к себе, да, когда детали, мелочи, на самом деле это желание, чтобы на меня обращали внимание, мои персоны интересовались, детали и мелочи для меня очень важны. То есть, вот это некое ощущение, то есть, как вырабатывается такая потребность подобная. Меня не заезжают в мою значимость, мною не интересуются или не обращают внимания на меня, как на персоналити или на какие-то моменты. Дальше продолжаем. Время шло, он влюбился в меня еще сильнее, не мог смотреть мне в глаза, очень стеснялся, но всегда пытался выделиться так, чтобы я сказала, что что-то именно ему одному. Его группа начала обучение очень поздно, и у них было всего лишь 4 месяца, чтобы овладеть русским языком и сдать экзамены. Мы учились по 6 астрономических часов, что, конечно же, выматывает, но он не прогуливал и приходил даже к 10 утра. Хотя для арабов это как для нас в 6 утра, наверное, встать, потому что ночью они не спят, и в связи с этим не могут вставать с утра пораньше. Такая нагрузка и мне давала понять, что я испытываю к нему чувства, которые я гасила, душила, давила, ведь я же преподаватель, он студент, и это просто ненормально. Мне было тогда 28, а ему 20, сейчас мы оба на год старше. Я говорила себе, что это ужасно. Такая разница в возрасте непозволительна, особенно между преподавателем и студентом, но я думала только о нем и ничего не могла с собой поделать. Он тоже. Я очень много работаю в университете, занимаюсь репетиторством. Он начал подгадывать дни, чтобы ехать со мной в одной маршрутке, даже если я не сразу после окончания занятия с его группой шла на остановку. Он сидел и ждал меня, но это было только в последние месяцы. До этого мы могли оказаться случайно, как будто бы в одной маршрутке с его одногруппниками. Если мне нужно было ехать на какие-то другие занятия. Он не знал, что я тоже выхожу на его остановки, потому что иду работать. Я сама живу немножко дальше в те дни, когда он освобождался раньше. Меня еще не ждал на остановке университета. Я даже обходила порой его другой дорогой. Я всегда замечала, что он подавлен, не в настроении. Как-то хотела ему помочь, поддержать. Ведь знаю, что такое оказаться в чужой стране абсолютно одной. Хотя больше никому никогда я подобным образом помочь и не желала. Однажды он не разговаривал по пути из университета ни со мной, ни с его друзьями. Меня это очень сильно насторожило и задело. Я не надеялась ни на какие чувства с его стороны. Об этих чувствах я не догадывалась, но в свою очередь думал. Также поэтому ходил всегда грустный, оказывается. В один день четверо студентов у меня просились на продление визы. Еще один куда-то тоже вдруг ушел. И мой возлюбленный тоже просился домой, так как чувствует себя плохо. А я вижу, что он просто не спал. Во мне все закипело. Я в принципе не люблю, когда кто-то ходит занять, а еще и он. И сказала, что он может идти, пожалуй, куда хочет. Я его не держу, раз спать важнее, чем изучать язык. А сама пошла на перерыв. Он никуда не ушел тогда, остался в кабинете. А вечером этого дня спросил, как я поеду в университет, так как хочет со мной о чем-то поговорить. Обычно с утра я ездила на такси, но не всегда. В этот раз тоже решила поехать на автобусе, чтобы в то время, пока мы едем до университета, он мне рассказывал обо всем, о чем хотел. Он купил мне шикарный букет роз, чтобы извиниться за то, что огорчил тогда вчера вечером, что хотел уйти с занятий. Я не ожидала и была на седьмом, конечно, небе от счастья. Но головой я понимала, что творю ерунду. Раньше я никому из студентов не позволяла встречаться со мной до и после работы. А в этот день по пути на репетиторство я его даже подвезла на такси почти до дома. Мы говорили, он светился о счастье, я тоже, но глаза смотреть друг в друга мы стеснялись. Посмотрели друг друга украдкой. Дальше больше. Еще раз подвезли на такси, позволила провожать меня до дома. Если не было второй у меня работы, специально ездила на другой маршрутке обратно. А он тоже в нее запрыгивал и провожал меня до дома. Хотя идти мне с этой остановки до дома целых 20 минут. Однажды он не выдержал. Это было перед итоговым экзаменом. Написал мне, извинился за это, спросил, могу ли я его выслушать. Потому что он так больше не может держать это все в себе. Ему нужно с кем-то поделиться. Мы созвонились, и он признался мне в любви. Я была в шоке. Рада, конечно, но и опечалена, ведь это мой студент. Но подумала тогда, ну, будь что будет, тоже признаюсь ему. Он не совсем тогда поверил, он думал, что я отвечаю ему из вежливости, чтобы не обидеть. Каждый день, если мы не возвращались из колледжа вместе, он ждал меня на перекрестке. И один раз все же дождался. Я очень люблю закаты, и когда есть время, иду смотреть их. Конечно, не одна, но пару раз делала это одна, чтобы просто встретиться с ним. Я искала его глазами, везде, в каждом человеке мужского пола я видела только его. Я выложила сториз с закатом, он посмотрел, но по пути домой я его не встретила. Я разглядывала каждого человека и готова была расплакаться даже на улице. Я тогда рыдала чуть ли не каждый день от того, что люблю его, но любить мне его нельзя, так, как говорит мораль. И вот стоит он на этом перекрестке, а путь с реки проходит через него, и он произносит, finally, снова проводил меня до дома, и с этого дня мы гуляли почти каждый вечер вместе. Мы просто гуляли, говорили обо всем. И вот, наконец, экзамен. Он его сдал, я немножко расслабилась. Ведь теперь-то моя совесть будет чиста, угрызений будет чуть меньше. Через несколько дней у нас состоялся разговор о том, что кто мы друг к другу. Я не хотела ходить в отношения со студентом, который младше меня на целых 8 лет, но выбрала его, хотя считала, что не дай бог, кто узнает в моей карьере конец. Так, здесь остановлюсь. Смотрите, вы описываете очень живописно, ярко, красочно и сочно вот эту прелюдию, как мы только концу этих четырех месяцев переглядок. Вы обращаете на это очень много внимания, акцентируете на это внимание, как после переглядок всего прочего, мы наконец-то, finally, вместе, да, мы решили, раскрыли карты. То есть у меня и ответ-то какой был в тексте. Меня очень сильно манило, но я себе запрещала, вот оно, я себе причиняла боль. Это немножко невротизм, то, что вас тянуло, да, чувства были, но кайф этих чувств был в недоступности. То, что вот эти переглядочки, романтика, вся история, вам именно вот этого нужно было, запрещенки какой-то, да, недоступности. Здесь вообще история не про разврат, мораль и все прочее, а здесь история про то, как хотелось, вот накал ваших страстей и чувств был в самом вот этом предвкушении. Кто как посмотрел, где как встретил, назовем так бабочки в животе, как а-ля такая первая любовь. Я к тому, что обычно люди это переживают гораздо раньше, это первая любовь так происходит. Бывает, кто гораздо позже, это ни от возраста не зависит, но очень часто именно первая влюбленность на это оказывает влияние. И хочу отметить, что цель, да, потребность вашу, которую он закрыл, смотрел, обращал внимание на детали, что на мне одето, как я выглядела, там, не знаю, что говорила и так далее. То есть он этим проложил дорожку. Дальше у вас идет невротизм, недоступность, любви, облом какой-то, и теперь дальше продолжаем письмо. Потом он улетает на родину, возвращается в мой город, хотя по новым правилам университет моего города не входил уже в список одобренных Египтом в медицинской сфере. Он уговорит своих родителей, что через год вернется в Казань и все будет хорошо. А я за это время оформила ипотеку на студию, чтобы нам было где встречаться вместе, так как, напомню, нам было опасно расхаживать вдвоем по городу. Он часто оставался у меня, наши отношения перешли на новый уровень, но тут началось не самое прекрасное. А вот развязочка, когда вот этот, видите, флёр сошёл уже, мы пришли к реалиям, к отношениям. Я работаю 7 дней в неделю, без выходных, конечно, и очень устаю. Почти всегда прихожу домой не раньше 9 вечера, встаю в 5 утра, но ему мало времени, проведённого со мной. Он хочет смотреть фильмы, разговаривать и тому подобное. Я объяснила, что мне тяжело, ведь я прихожу, убираюсь, готовлю иногда, работаю дополнительно. Просто хочу поужинать, поговорить немножко и лечь спать, потому что я устаю. А фильмы можно посмотреть, ну, например, раза в 2 в неделю. Готовить он хотел припахать меня, а я в первое время иногда ему готовила, но в основном только то, что я сама ем. Он же в шутку говорил, ой, какая хорошая девушка, даже не готовит ему. А я отвечала, что пусть сначала он заработает на меня и на еду, а потом будет говорить мне. И тогда его шуточки, может быть, станут уместнее. Но его шутки становились всё извительнее. Пришли к тому, что каждый готовит себе отдельно и есть то, что он хочет. О друзьях из-за работы я и так забыла, но, по его мнению, вообще должна была забыть навсегда и не общаться, так как у меня в городе осталось только два близких мне по духу человека. И оба они были парни, к его сожалению. Но я боялась, что мои подружки теперь разбросаны по свету. В городе есть только два друга, так что если я встречалась со мной... Так что если я встречалась со своей коллегой, он тоже вечно высказывал мне всякие недовольства, хотя это была девушка. И ходила я гулять без него раз в два месяца, так как просто не было ни на что у меня время. Моё здоровье начало ухудшаться. Я стала часто болеть. Постоянно негатив с его стороны меня просто убивал. Я просила, умоляла, пыталась поговорить, но на контакт он не шёл. На мои вопросы отвечал вопросами. Если я говорю о своих чувствах, говорит мне, а делай что хочешь, я тебя не ограничиваю, хотя на самом деле ограничивал. Если я онлайн и не отвечу ему в тот же момент, в ту же секунду, то это скандал. Хотя по работе я очень часто онлайн и просто не могу сразу ему отвечать, потому что я работаю. Но он это не понимал. Говорю с мамой, с братом, с коллегой, неважно с кем, он у меня всё выпытывает. Почему то? Почему это? А что такое в этих соцсетях? Почему так долго ты разговаривал и тому подобное? Раньше, если мы ссорились, я ничего не могла ему доказать, так как перебивает он меня, не слушает, не слышит, отказывается понимать вообще. У него это... Ой, это всё другое. Когда я привожу пример его поведения, я просто от злобы бросала трубку, тогда орала и швырялась какими-то предметами. Не в него, а просто, чтобы выплеснуть эмоции. Тогда он приходил и стоял под окнами, как маньяк, пока я его не увижу, не позвоню и не скажу за эти... Опа, важный момент. Сейчас смотрите. Я стала ужасно нервной, вечно ору, пытаюсь объяснить нормально, а он не воспринимает. Смотрите, у нас, когда происходит эмоциональный взрыв, я кидаюсь предметами, кидаюсь трубку, кидаю трубку с ним, игнорирую, я выхожу из этого, состояние моё меняется. Он приходит, стоит под окнами, как маньяк, пока я его не увижу и не замечу и не позволю зайти. Вот это ощущение, что он как бы вызывает у вас, опять вот эта отстранённость, преследование, в кавычках, не в прямом смысле, да, как маньяк стоит. Вот это он возвращает вас, чтобы ваше вот, что вас зацепило и в этих отношениях держало. Вот эта дальность, недоступность, издалека подходил, долго брал. По сути, оказался вообще другим, назовём так, человеком, не то, что вы ожидали. Вот она фишечка, что вам нужно было, чтобы вернуть обратно в состояние, там, условно, начать с вами жить. Он делал опять немножко такой на один вечер камбэк промо-акцию, на что вы подсели, вот эта недоступность, маньячество в переглядке, томные взгляды, вся история-то вам возвращалась. Но меня убила последняя ситуация. Мы же помним, что с друзьями мне общаться нельзя, хотя они появились в моей жизни задолго до него, 5-6 лет. Общаемся компаниями, но друзьями я могу назвать только этих двух людей. Я переписывалась с другом в одном мессенджере, а мой благоверный опять следил, сколько я онлайн, почему ему не написала, раз он тоже онлайн. Я ведь обо всех своих шагах должна была отчитываться, но этого почти не делала. И меня не так легко заставить, конечно, сесть в клетку. Мы снова поссорились. И он перевел это все на то, что мой друг мужского пола, он ему не доверяет, а за меня беспокоится. Поэтому он не хочет, чтобы я общалась. Вот типичная тема, очень часто восточные мужчины это говорят. Да, это в принципе понять можно, но так как друг ваш, сразу скажу, не восточного типа, вы с русским, не знаю, с какой его национальности мужчиной общаетесь, но в случае, короче, с своим другом своего города, не с восточным мужиком, это вся история происходила. Поэтому быть неуверенным в нем, вот эта история, тема восточная не канает, у нас менталитет немножко другой. Но это еще не конец. Через недели 2-3 я переписывалась до поздней ночи с подругой из Чили, пока мой маньяк играл в футбол у себя на родине. В этом учебном году он не приехал, потому что решил учиться в Египте и на совсем другой специальности. В России этого на английском в моем городе нет. Я его поддержала, ведь это мечта его, стать ITC-специалистом. Он пришел домой, написал мне, спросил, почему я не сплю. Я ответила, что с подругой из Чили общаюсь. На что он взбесился. И я сказала, сейчас закончу разговор с ней, позвоню ему. А он мне написал, не надо, я ухожу спать. И я пыталась нормально поговорить и объяснить, что нельзя так просто взять и закончить разговоры. Пожелать спокойной ночи и все, 2 минуты-то. Но ему было плевать, ведь для меня важнее чужие люди, а не он, как он говорил. У меня сорвало крышу, я орала. Высказал ему все, что думаю. Снова о вот этой клетке, о заточении, о глупых запретах, о том, что ему стоит поискать тогда себе арабку в хиджабе, в которой можно будет все запрещать. А пока я сама должна зарабатывать себе на жизнь. Все чинить самостоятельно. У него венесли руки не оттуда растут. Решать все свои проблемы тоже сама. Мне никто ничего диктовать не может, пока я самостоятельно. Сказала, что мы расстаемся. И, к слову, в этот день мы должны были поговорить о том, как решить мои финансовые проблемы, потому что в одночасье у меня сломалась стиральная машинка, чайник, нужно купить обогреватель. Так еще и платите практику, мне надо каждый месяц и на что-то жить. Но, как видите, разговор не состоялся. И я, видимо, здесь автор намекает на то, что он специально мог поругаться, чтобы тему финансов не поднимать. Финансово он мне никогда не помогал. Да, я оплачивал продукты иногда, но через раз. И, кстати, ест он в два раза больше, чем я. В кафе платил тоже через раз. Кино, подобные моменты, все было поровну и пополам. Я не меркантильная, но он мне еще в 10 тысяч остался должен за ремонт телефона. Обещал вернуть, когда прилетит. Ну, рассудите, пожалуйста. Извините за ужасно длинное письмо. Спасибо вам огромное за то, что вы помогаете всем нам процветания, вашему каналу. Ой, пожалуйста, авторы имен не называем, да? Что хочу отметить здесь? А что я немножко не поняла. Рассудите, что тут рассуживать? Я немножко на комментарии дам. Все очень предельно просто. Я вам рассказала уже механизм, что вас, как бы сказать, заинтересовало, зацепило. В чем дело, да? Что это немножко невротическая история. Не бойтесь, это не фатально, не страшно, не ужасно. Вам был нужен сам процесс, который был кайфовый. Когда вы получили отношения, не только не то, что вы хотели. Я думаю, вы отношения как таковых не хотели. Вам нужна была вот эта влюбленность, бабочки в животе, недомолвки, переглядки. Назовем запрещенная любовь, которая причиняет некую боль. Потому что это мне недоступно, запрещено. Я не могу это получить. В этом весь интерес и был. Когда у вас это закончилось, и у вас вылезли проблемы. Но это не потому, что я закрывала глаза, я его не видела. У вас была цель другая. Ваша цель была на процесс вот этот у него в том числе так же. Почему вы не сошлись? Ну, потому что вы оба получили то, что хотели процесс. Вы оба на самом деле не хотели вот этих отношений серьезных. Или в такой форме. Вам было классно. Вы могли бы быть вместе, пока у вас была недоступность любви. Когда вы получили, не то, что вы, почему все рассыпалось там. Вы не стали меняться, подстраиваться, слышать друг друга, помогать, поддерживать. Ну, как бы кто-то где-то пытался, а кто-то нет. И получается, как бы правильно выразиться. Вы, короче говоря, просто не стали, назовем так, напрягаться в этих отношениях в нужной мере. Ни он, ни вы. Вы ни другое не слышали, не видели. Поэтому у вас вот стена была. Вы долбились, долбились, вы со своей стороны объяснили. Да, у него своя правда, вот. А у вас своя была. Почему эти две правды не сошлись? Ну, во-первых, потому что вы разные люди. У вас разный менталитет. И я вам больше скажу. Это все было изначально, у вас разное воспитание. То, что он вам выдвигал требования, это требования, претензии, запросы реально к восточной женщине в хиджабе. То, как культура, воспитание, менталитет, где он родился, вырос. У вас другое, вы абсолютно другая, независимая, свободная, самостоятельная. Вы ему говорите, ты можешь мне диктовать, когда ты будешь что-то из себя представлять, зарабатывать, обеспечивать, решать какие-то мои проблемы. Тогда и я под тебя подстраиваться буду. Сейчас ты ничего из себя не представляешь. Ну, логично, да, как бы он и не может. Потому что, простите, 21 год. Мальчику, это не парень, мальчику 21 год. И, в принципе, арабских мужчин, мальчиков, семьях, внеженками растят. Девочки это пашут, делают все, убирают, обхаживают мужиков. Я вот про Египет больше не только в Турции, там это вообще на востоке именно Египет, там всякие страны эти прочие. Короче говоря, они вообще там внеженки. Поэтому он спросил, делай то, что я хочу, смотри со мной фильм, развлекайся, общайся. Я студент, и у него возраст. То есть вы вообще не подходили друг к другу ни по возрасту. Интересы разные у нас, не понимает, не слышит, не собирается это делать. Он же думает, ждет, что вы с ног до головы его облизывать будете. Все ему делать, все, что ему нужно, закрадать все его потребности. Но вы молодец, не промах, у вас в порядке с самооценкой. Поэтому не позволили окончательно сесть себе на шею, под его дудку прыгать не стали, а быстренько. И вы, кстати, заметьте, вы поставили точку, не он. У вас с самооценкой более-менее все в порядке, не парьтесь. Что тут рассуживать? В следующий раз, просто когда будете вступать в отношения, я вам советую обращать внимание на вот эту недозволенную любовь. То есть вам, в принципе, вы обращаете внимание на мужчин недоступных, запрещенных, которыми трудно, занятых и так далее. Когда любовь в переглядке, и обращайте внимание, вам нужно расстояние, вот этот процесс, кайф, получив морали некой. Это некая ролевая модель игра идет, любовная, и вам нужен процесс, результат отношения, брак, семья вообще сейчас вам не нужны. Как из этого выйти? Ну, во-первых, обращаем внимание, я не западаю или переключаю себя, заставляю себя, не общаюсь, включаю своего круга мужчин трудных, проблемных, занятых, априори, с которыми быть не могу. С которыми будут трудности, переглядки, недоступная любовь. Игра вот эта начнется. И обращаю внимание, чтобы не сфокусироваться, что я хочу, нужны ли мне отношения. Вообще, продумайте для себя сценарий, отношения какие для меня окей, как я хочу, чтобы выглядела семья. Вообще, хочу я семью, хочу ли я детей, если хочу, в каком возрасте, когда, на каких условиях, что должно быть у моего мужа, что к этому времени должно быть у меня. С вашим графиком работы на данный момент это просто нереально. Вы работаете 7 дней в неделю, 24 на 7, о чем тут говорить. И вы в такой работе не просто так. Вы занимаете себя максимально, не только из-за трудностей и финансов и всего прочего, что надо выживать. Но, блин, вы же взяли ипотеку, вы рассчитывали свои силы, понимали в это влазе. Я понимаю, что надо покупать квартиру, но можно выживать уже и без этого, но меньше работать в тот момент. То есть вы себя в какие-то вот эти потребности в рамки социальные и материальные тоже сами где-то загоняете. Можно было попроще, можно было этого не делать. Вы на это идете, тем самым отдаляя себя от отношений, от развития отношений, создавая сама себе трудности. То есть здесь, во-первых, трудность, то есть, возможно, это избегание отношений, создаю себе проблему, чтобы отношений не было, у меня есть страх отношений. Вот над этим вам надо подумать, поработать, размышлять, либо обратиться в парочку разговоров к психологу. Но тут какой-то катастрофы, проблемы, я вообще не вижу, в принципе, все в порядке. Образите просто на это внимание, чтобы опять не оказаться с потраченным временем и назовем так у разбитого корыта, если так можно выразиться. Но фраза не очень красивая, но вот я и сказала. Так что всем, у кого есть какие-то вопросы ко мне, пишите на почту, она в инфобоксе, под видео указана. Если вам нужна моя консультация психолога в инфобоксе почта, тема письма консультации, я вам вышлю условия, как мы сможем с вами встретиться в скайпе, созвониться. Спасибо всем за внимание, скоро увидимся, всем пока!